Привет всем дорогие друзья! В этом видео я расскажу, как сделать третью руку для пайки своими руками. Это нам поможет сэкономить целых 500 рублей. И для того, чтобы собрать такую самоделку, нам понадобится два крокодильчика. Купил я их всего за 6 рублей в радиомагазине. Вот так они работают. Также понадобится паркет. Паркет у меня было много. Взял вот таких два кусочка. Теперь их нужно соединить. Буду склеивать все клеем ПВА, так как он предназначен именно для дерева. Хорошо промазываем стыки. И оставляем на несколько часов. Вот и готова наша склеенная деревяшка. Конечно, немножечко есть зазоры. Тут я зашлифовал. И вот такие две пластины. Также понадобятся два уголка, которые я выпилил ножовку по металлу. Они будут крепиться вот так, при помощи винтов. Вот так я вклеил сюда винтики. С обратной стороны просолил отверстие. После этого туда будет заполняться эпоксидный смол. А это и есть самая эпоксидная смола. Вот и залил я эпоксидной смолой те отверстия. Теперь винты никуда не денутся. О, какая липкая. Вот я припаял уже к уголкам винтики. Делал я это на газовой горелке. Получилось достаточно неплохо. И теперь можно попробовать их прикрутить. Вот такие вот остались у меня барашки от потенциометра. А вот так будет уже выглядеть готовый рычаг. Теперь необходимо заняться крокодилами, то есть заживами. Припаиваем газовой горелкой винтик к крокодильчику. Получилось довольно-таки крепко. Теперь на каждый из вторых рычагов необходимо припаять винтик, а также с другой стороны гайку. Делаю я это также на газовой горелке. Получается довольно-таки крепко. Теперь можно собирать всю конструкцию в единое целое. Сначала ставим два рычага, закручивая барашками. Затем ставим второй рычаг. И не забываем про крокодильчики. Ну а пока вкручиваем вторые рычаги. Также необходимо надеть резиновый уплотнитель на крокодильчик. Это поможет вам не повреждать зажимаемую деталь, а также устранить проскальзывание. Теперь закручиваем в гайки наши крокодильчики. И на этом самодельная третья рука для пайки готова. Вот так она выглядит в конечном итоге. Пользоваться ей я уже пробовал. Достаточно удобно. Детали она держит хорошо, уверенно. Вот так она выглядит сзади. Тут я зашлифовал немножечко эпоксидку. Вот так можно сзажать проводочек. Кому понравилась данная самоделка, ставьте лайк. Также подписывайтесь на канал. Всем пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok